ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В небольшом кабинете небольшим коллективом представители общественного объединения «Мир нашими глазами» учатся читать. Буквально за полтора месяца многие уже освоили азбуку Брайля, специальную азбуку для незрячих. Занятия завораживают Дана Султангалиева, как руководитель мечтает, чтобы как можно больше ребят приходили сюда. Не только учиться, а просто с пользой проводить время, даже за обычной беседой. История Даны удивительна. Сегодня в ее графике не так много свободного времени. Нужно заниматься делами объединения, учиться письму, ориентировки по местности, успевать на хор. Да и домашние дела никто не отменял. Еще 16 лет назад она даже не подозревала, что в один момент ее жизнь изменится, что она больше не увидит ярких красок этого мира и погрузится в бесконечную тьму. Но после нашей беседы я поняла, что она видит даже больше других. Она видит душой, она радуется каждой минуте. Родители у меня простые. У меня мама на тракторе работала. Папа тоже. Сейчас он на пенсию выходит. Сейчас он работает. Последний буквально месяц дорабатывает. Как-то называется это предприятие. Металлтрейдинг. По добыче золота. Там. Вот. У меня есть братишка на два года младше меня. Вот мы с ними вдвоем росли. Родилась Дана в Житогоринском районе. Ходила в детский сад, школу. Вспоминает, как родители ездили в Алматы за товаром, а потом продавали его местным жителям. Она тоже никогда не сидела без дела. Всегда была очень активной, училась, работала. Закончила Житогоринский политехнический колледж. Финансы и кредит. Два года отучилась там. Потом поступила в КГУ имени Байтурсынова. Тоже дальше продолжать. Но проучилась только два года и не закончила. Так как я уже работала на таможенном посту Аят. Это в Тарановском районе. Специалист по таможенному оформлению. У нас была то фирма Кединсервис. Вот работала там. И последний год я как бы не смогла выезжать. Так как работала. Тяжело было. И диплом я уже получила в прошлом году. Закончила. Уже будучи незрячей. Дана всегда мечтала иметь большую семью. Много детей. Сейчас у нее уже взрослая дочь и сын. На рождение второго ребенка она шла с большим риском. Ведь уже тогда начались проблемы со здоровьем. Она не испугалась. Она и сейчас ничего не боится. Только если остаться без дела, без цели. Я начала терять зрение. Первые звоночки были в 2002 году, в 2003. Я могла сидеть за компьютером. И в течение дня у меня могло пропасть зрение. На один глаз я практически вечером уже ничего не видела. Я на следующий день приезжала сюда в область. В глазную больницу. Меня буквально 2-3 недели прокапают. Делали вот эти уколы в глаз, под глаз. Потом зрение возвращалось обратно стопроцентное. И так было до 2007 года. До 2006 года возвращали мне это зрение. А потом получилось так, что я попала на праздники и не могла попасть в глазную больницу. И немножко как бы время потеряла. Буквально там дня 5-6, наверное. И уже стопроцентное зрение на один глаз мне не вернули. Уже я плохо видела. И вот мне дали в 2007 году группу третью. Конечно, было очень тяжело, что я инвалид это слово. Прям не хотелось, чтобы это слово со мной ассоциировалось как-то. Тем не менее, конечно, это все депрессия. Это тяжело очень, когда еще ребенок у тебя маленький. Ты понимаешь, что должна ее растить, воспитывать. А у тебя тут такие проблемы. В 2008 я родила сына. И как бы начало еще ухудшаться зрением. Вот постепенно у меня обострение. Весна, осень. В 2010 году мне уже поставили вторую группу. В 2008 я родила. В 2010 вторую группу поставили. А в 2012 году мне поставили диагноз аутоиммунное заболевание, рассеянный склероз. Это по-другому называют болезнь тысячи лиц. Она по-разному проявляется. У некоторых ноги не имеют, у некоторых руки. Ну как не имеют? Они их полностью практически не чувствуют. Многие с таким заболеванием передвигаются на колясках. Ну, такая вот болезнь и участь такая в любом случае она ожидает. Как бы там ни было. Как бы ни крути. Еще ученые не нашли лекарства от этого заболевания. Сейчас Дана практически ничего не видит. Может только различить день от ночи. Женщина уже почти научилась читать по Брайлю. Следующий этап – попытаться самостоятельно передвигаться с помощью трости. Это очень сложная задача, но для нее нет преград, когда есть желание. Ее общественная работа началась с казахского общества слепых. Когда не понимаешь, как дальше вообще жить, как быть вообще. Я сидела дома. Ничего не хотелось. Готовишь кушать. Воспитываешь детей. И вот вся жизнь так проходит как-то в четырех стенах дома. Ну, встречаешься так с родственниками. Ну и все. А ты понимаешь, что ты просто живешь, не приносишь никакую пользу. Ты не работаешь. Ну, какая-то такая жизнь серая, будничная. И как-то меня пригласили в казахское общество слепых и предложили работу. Работу с группой людей. Приглашать их на мероприятия, работать с ними. И когда уже я начала теснее с ними общаться, с членами казахского общества слепых, они озвучивали свои проблемы, что они хотят, что им нужно, какие у них проблемы. И тогда уже как-то вот эта вот картинка того, что как вообще быть дальше, как реализовать себя. Тогда она возникла. Охота была им помочь. Но там, в казахском общество слепых, я не могла им помочь. По сути, что я могу там сделать. И предлагаешь, как бы, конечно, мы предлагаем, чтобы открыли там то, это, что нужно. Конечно, это все помогается, делается. Но финансирования, опять же, никакого нет. Мы не можем написать никакой проект. Сейчас она действительно мечтает помогать другим. В объединении еще не так много людей, но зато много задач и планов. Есть небольшие кабинеты люди, которые могут оказать помощь. Да, она мечтает ездить по районам и помогать тем, кто думает, что жизнь уже никогда не заиграет яркими красками. Она не только двигатель, она пример. Всегда красивая, с улыбкой и с желанием что-то изменить. Мы хотели, чтобы это было более молодежное. Как мы его видим, как мы видим этот мир нашими глазами. И вот нам предложили, и мы вот начали двигаться в этом направлении. Мы обратились к Динарию Тибаевой, это вот гражданский альянс. Она нам помогла тоже. И Бахыт, вот наш юрист, тоже помог нам с этим кабинетом. Благодаря ему у нас этот кабинет появился. И каждый вот внес свою лепту. Благодаря всем мы потихонечку вот обучаем. Обучаемся сами. У нас есть цифровая грамотность. Тоже педагог у нас Абдиназарова Эльнара. Она обучает смартфоном, как пользоваться незрячим. Компьютером обучаем. Вот Женя будет обучать ориентировки на местности. Как пользоваться ТЕФЛО-средствами, которые нам выдает государство. Бесплатно, по порталу. Сейчас Дане 40 лет, уже больше 15 лет она не видит. Зрение пропадало постепенно. А значит, так же постепенно она училась жить с закрытыми глазами. До последнего пыталась передвигаться самостоятельно. Я как бы пыталась сама передвигаться, ходить. Но когда я уже один раз вышла в магазин и шла-шла, все белым-бело, снег. И я понимаю, что я зашла куда-то в сугроб. Теперь делаю шаг назад. Там опять сугроб. В бок. И я вот, получается, стою в этом сугробе и не пойму, куда идти. И у меня такой какой-то страх внутри. И мне неудобно, что люди проходят и на меня смотрят. Может быть, думают, что-то какая-то неадекватная. И стою, не знаю, как выбраться. Потом еле-еле я вот так шла-шла по сугробам и вышла на эту дорогу. Ну, как бы никто ей не помог. В принципе, там, не знаю, люди были, не были. Ну, вот так потихоньку я выбралась. Вернулась назад потихоньку. Ну, и больше она не выходила на улицу. Сейчас Дана активно работает над своим проектом. Объединяет людей. Успевает петь в хоре. Иногда даже выступать. Не так давно Дана подружилась и со спортом. Начала заниматься парадзюдом. Даже приняла участие в соревнованиях. Парадзюдом вообще я не собиралась никуда. Просто Иван Сергеевич, вот, мой тренер, в прошлом году с апреля месяца он начал звонить ко мне. Звонил чуть ли не каждый день приходить. Я говорю, ой, мне, наверное, нельзя, потому что у меня такое заболевание, рассеянный склероз. А он такой, ну, вы просто попробуйте, придите. Я говорю, врача спрошу, если разрешить, то тогда я приду. Она писала врачу, но врач долго не отвечал. А он опять уже звонит. Ну, мне пришлось чуть-чуть соврать. Я вообще сказала, что врач вообще не рекомендует, как бы, чтобы я занималась парадзюдом. Он говорит, просто придите, посмотрим. Ну, как-то неудобно отказывать. Ну, я пошла. И мне так очень понравилось, что я стала ходить. Он еще спросил в конце тренировок, Дан, вы будете ходить? Я такая, да. Вы придете точно? Я говорю, да-да-да, приду. Ну, вот так я и начала ходить. Ходила сначала одна, месяца два-три. А потом еще начали ребята ходить. Отдельную главу можно посвятить ее стилю и красоте. Никогда не подумаешь, что этот человек не видит свое отражение в зеркале. Красивое, с прической, аккуратным маникюром. Дочь помогает все полностью. Мама, так надо сделать, так. Одевает меня. Нет, это не пойдет. Нужно сделать так. Нужно это одеть. Но в основном, куда-то, если по магазинам мы ходим, я хожу со своей свекровью. Это моя мама. Так как я свою маму потеряла в 20 лет, моя свекровь заменила маму. Сейчас я хожу с ней за покупками, за вещами. Куда-то даже посекретничать. Вот мы с мамой вдвоем. И вот по этим проектам тоже бегаю туда-сюда. Хотя она вот, ей будет в этом году 67. Тяжеловато, но тем не менее. Она со мной вот... Как вы выбираете одежду, например? На ощупь. На ощупь. Да, 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 да. Еще нужно сказать, какой розовый оттенок. Там он темный, розово-серый или бледно-розовый. Все описывают, все говорят. И вы выбираете одежду. Да, да, да. Я уже выбираюсь сама. Но мама уже знает, что мне нравится, что не нравится. Она сразу так, так, нет, это не подходит. С мужем они вместе уже больше 17 лет. Он ее главная поддержка и опора. Он всегда рядом, несмотря ни на что. Нужно, конечно, бороться с самой собой. Вот пока ты сама себя не настроишь, пока не скажешь себе так, вставай, хватит. Нужно вот какую-то прям перезагрузку делать. Когда вот это все надоедает, вот каждодневное вот это твое состояние такое, депрессия, ты думаешь, все. Это со мной вообще это случилось в Сосновом Бору, когда мне прописали лекарства. Их называют питерцы. После них очень тяжело. Температура у меня была, ничего не хочется делать, никаких сил нет. И когда я приехала в Сосновом Бору, мне пришлось отказаться от них, так как некому было делать. И спускаться самой незрячей вниз для медсестры тоже было проблематично. И я это забросила, и я почувствовала, как мне стало хорошо. У меня прилив сил, вот как-то хорошо стало. И я приехала домой и сказала, мам, больше я не буду эти препараты принимать. Так как будто бы я не жила вот эти два года, которые я их принимала. Очень тяжело после них. И психологически тяжело, и физически было тяжело. И как-то вот... Мне и дома муж тоже не дает слабинку. Он так, брюки погладить, рубашку погладить. Я же не вижу такая... Он говорит, ой, ничего не знаю. И мне приходится на ощупь эти стрелки выглаживать. Удивительно, но все домашние дела она тоже делает самостоятельно. И с детьми занимается, и балует их любимыми блюдами. Если для кого-то это невыполнимая задача, для нее обычное дело. Все равно у меня руки, ноги ведут на кухню. Я это дело люблю. И сама, чтобы никого не было на кухне, я готовлю. Что ваше коронное? Ой, коронное. Ну, из выпечки вот я люблю готовить черепаху очень. У меня мой муж может целый вот такой поднос. Я его готовлю две порции сразу. И он прям большой ложкой вот так кушает. Не отрезает даже кусок. Ну, что? Ну, все я готовлю. Колыбцы и котлеты. Котлеты делаю в духовке. Стараюсь все готовить большинство в духовке, потому что там не подгорит. Дана не только сама учится и стремится, но и стимулирует других. Видя ее настойчивость и оптимизм, темная пелена становится ярче. Ведь видеть могут не только глаза, но и сердце. С Даной мы познакомились несколько лет назад. В один прекрасный день она мне позвонила и представилась как мой группорк из Казацкого общества слепых. Я была членом этого общества. Я когда услышала ее голос, я поняла, что это очень приятный, добродушный человек. Мне было очень приятно с ней разговаривать. Мы с ней познакомились, она мне рассказала о себе, я о себе. В общем, когда Дана, после того, как она появилась в моей жизни, действительно, без преувеличений у меня все пошло в гору. Дана сразу покорила мое сердце. Она огромная молодец. У меня зрение, можно сказать, с детства, а она потеряла его уже, будучи взрослым человеком, и это гораздо тяжелее. Она быстро адаптировалась, всему научилась, и еще и руководитель общества нашего. Самой главной мечтой Даны является открытие большого реабилитационного центра для незрячих, желательно республиканского масштаба. Чтобы людей учили жить заново, а еще она, конечно, хочет, чтобы все вокруг стали немного добрее. Чтобы они замечали людей, которые не по собственной воле не замечают их. Каждый человек, он в любом случае уникален. В нем нет такого человека, который прям вообще бездарный, бездарный. В любом случае у него есть какой-то потаенный, потайной талант внутри. Поэтому его просто нужно раскрыть. Нужно действительно как-то поверить в себя, поверить, что ты можешь. Ну и мы поможем. В любом случае государство нам дает вот эти вот рычаги, которыми мы можем воспользоваться. Даже вот сейчас предлагают работу для незрячих и слабовидящих, можно подобрать. Вот у нас в коллективе ребята работают, получают зарплату. Поэтому у каждого есть шанс, нужно вставать, потому что под лежачий камень вода не течет. Конечно, это очень тяжело. Но нужно преодолеть себя, поверить в себя и выходить. И приходить к нам. Жить полной жизнью. Это все достижимо. Каждый может это. Эта история наверняка заставит многих посмотреть на жизнь с другой стороны. Есть люди, для которых не существует преград, которые сильны духом, которые смогли начать эту жизнь сначала. Очень счастлива я. У меня друзья. Чего у вас счастья? Ой. Ну у меня все есть, что нужно для счастья. У меня есть семья прекрасная, у меня есть дети, у меня есть друзья. У меня есть дело, которое, наверное, дело всей моей жизни. Любимая работа, люди, которые окружают меня. Ну вообще все, я не знаю, все приносит мне счастье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!